Ходить должны документы, а не люди. В управлении Росреестра по Самарской области подвели итоги работы за первое полугодие. Как сэкономить время при регистрации имущества, как защитить права детей на недвижимость и узаконить границы дачного участка. Этими вопросами озадачены тысячи самарцев. Чтобы не стоять в километровых очередях, законодатели ежегодно стараются упростить порядок оформления сделок. Коли жизнь таким образом распорядилась, то законодатель, по большому счету, привел практику в соответствии с тем, что есть. Он говорит, не надо регистрировать сделку, нужно сразу регистрировать только переход права. Изменилось? Какой эффект? Положительный эффект. Нет лишних действий, которые абсолютно никому не нужны. За первое полугодие в управление Росреестра и многофункциональный центр обратилось более 350 тысяч жителей области. В кадастровую палату – 800 тысяч. Востребованные услуги должны предоставляться гражданам в самые кратчайшие сроки, уверены в палате. Чтобы ускорить процесс, готовы идти на эксперименты. С сегодняшнего дня у нас стартует еще один эксперимент. Это представление сведений из государственного кадастровой недвижимости в течение одного часа. В качестве положительного опыта в данном случае мы опираемся на получивший очень большую популярность пилотный проект с некоторыми многофункциональными центрами, где мы предоставляли сведения в течение одного дня. На бесплатную приватизацию граждан России остался год. В Росреестре призывают тех, кто еще не успел зарегистрировать право собственности на свое жилье, не затягивать процесс, а обратиться с документами в МФЦ, где можно приватизировать объект недвижимости всего за один день. Марьяна Мирная, Валерий Шаронин. События.